Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре Директ Академии. Наша сегодняшняя вебинарная, нынешняя вебинарная неделя насыщенная и весьма интересная. Об этом я расскажу минутой позже, а пока, как всегда, напоминание о том, что в самом начале чата располагаются две полезные ссылки. Первая из них ведет на наш сайт Директ Академия.ру и главной его страницей является расписание. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все мероприятия вплоть до июня месяца текущего года, а также посмотреть записи прошедших мероприятий из тех, которые уже помещены на наш учебный портал на Ютьюбе. А там лежит уже больше 260 записей наших вебинаров. И вторая ссылка – это ссылка как раз на наш видеоканал на Ютьюбе, на котором будет помещена в том числе и запись текущего вебинара, она уже ведется и в конце недели будет помещена на этот ресурс. Я хотел бы также проанонсировать два вебинара, которые будут завтра и послезавтра. Сейчас я в чате дам ссылки на них. Вот два эти вебинара. Завтра будет вебинар Алексея Сидоренко из руководителя «Теплица социальных технологий». Называться он будет «Теплица социальных технологий. Ваш дополнительный образовательный ресурс». Теплица социальных технологий – совершенно замечательная организация, которая ведет образовательную и просветительскую деятельность уже, наверное, почти 10 лет, но чуть поменьше, там, наверное, лет 7. И я думаю, что завтрашний вебинар Алексея расскажет об образовательных проектах «Теплица социальных технологий». После этого вы с удовольствием будете пользоваться теми возможностями, которые «Теплица» представляет. Ну и послезавтра будет очень интересный вебинар. К нам в гости придет Стас Козловский, одной из первых лиц русской Википедии. И у него будет обзорный вебинар «Википедия. Как она устроена и работает». Да, ну, очень многие из нас, почти все пользуются Википедией, но, как показывает практика, мало кто понимает, как она работает, как в ней создаются статьи, почему некоторые статьи отвергаются, другие появляются, почему некоторые статьи достоверны, другие нет и так далее. Ну вот, Стас послезавтра расскажет нам про это и, возможно, немножко развеет тот туман, который существует вокруг Википедии, вне ее, собственно, сообщества. Ну что ж, у меня с анонсами все, и я рад приветствовать сегодня нашего сегодняшнего спикера. У нас сегодня очередной вебинар по искусству, и я приглашаю Софью Андреевну Багдасарову для того, чтобы провести сегодняшний спикер. – Добрый день, здравствуйте, слышно? – Здравствуйте. – Ну, мы продолжаем изучать историю европейского искусства, и вот мы добрались уже до XVII века. Мы поговорим о том, какие картины были, читались людьми прекрасными в эпоху мушкетеров, эпоху короля солнца и немножко в XVIII веке, и как это повлияло на всю дальнейшую историю мирового искусства, в том числе на ту жизнь, которая окружает нас сегодня, на окружающий нас мир, окружающий нас города. На заставке я поставила картину Клода Лорена. Клод Лорен – это один из великих, величайших французских художников эпохи, о которой мы будем говорить. Один из брендовых художников того времени, он был пейзажистом в основном, и в его пейзажах совмещаются мифологические темы и архитектурные элементы. И, собственно, о том, как всё это происходит и почему картина Лорена является одним из хороших выражений искусства этой эпохи, мы будем разговаривать. Смотрите, те из вас, кто со мной с самого начала этого курса, кто слушал мои вебинары, или вы можете посмотреть их на ютубе, они лежат, вы сейчас пятый, вышло уже четыре. И, как вы помните, в предыдущей эпохе, мы рассказывали про предыдущие эпохи, об искусстве этого времени через призму в основном человеческого тела. То есть человеческое тело, способ его изображения, в основном нагого, являлась лучшей иллюстрацией и лучшим способом выразить характер эпохи, характер стиля. На первой иллюстрации здесь античная статуя, на второй средневековое тело, мы видим, как оно изменилось и как это является выражением идеологии. Эпоха Возрождения интересна тем, что внимание сосредотачивается не на теле и не на обнажённом теле, а на лице, на характере человека, на индивидуальности, потому что лицо, оно индивидуально в отличие от тела. И в эпоху барокко, как здесь это иллюстрирует картина Рубинса, мы опять приходим к идее, что тело, обнажённое тело, в эпоху барокко, обильное, сытное, жирное тело, тоже является важным иллюстрацией идеологии искусства. Но когда мы добираемся до 17 века, до эпохи колесицизма, происходит резкое изменение. В эту эпоху мы не можем найти такой тип тела или лицо, которое бы выражало идеологию этого искусства. Я не могу рассказывать об этом искусстве, поставив картину с изображением головы его человека и лица. Надо искать что-то другое. Именно в этот период с таким знаковой темой искусства становится архитектура. Именно через архитектуру и любовь к архитектуре и архитектурные элементы искусства классицизма выражаются явственнее всего. Это картина 18 века, но это ничего страшного, потому что сегодня мы будем говорить и о 17 и 18, они органично перетекают друг в друга. И здесь изображен фасад Лувра, который был построен столетием раньше. Этот фасад Лувра, которым вмещаются использованные элементы классической античной архитектуры, это одно из величайших произведений архитектуры эпохи классицизма. И вот он, как Монтердам де Парри является одним из глажин готических произведений, так вот фасад Лувра является знаковым произведением классицизма. Идея такая, что даже когда на картине изображена, изображена картина посвящена не архитектуре, не виду города, как в предыдущем слайде, а когда темой является человек, сюжет из Библии или сюжет из мифологии, все равно архитектура остается постоянной нотой, постоянной вещью, которая всегда задает настроение произведения искусства, всегда задает настроение картины, что бы ни происходило. То есть да, есть люди, да, что-то они делают, но архитектура становится важным героем, и не то что героем, а камертоном всего, что происходит. Она возникает даже, когда она совершенно не нужна по сюжету. Здесь это новозаветный сюжет, новозаветный историй, Христос. И происходит так, что архитектура, ее пропорции, ее строгость становится стандартным, который формирует человеческое тело. Вот ветхозаветный сюжет про то, как младенцы Моисея нашли в реке. Тело, оно, в отличие от предыдущих веков, оно перестает быть реалистичным, вызывающим какие-то желания. Оно уподобляется, оно все больше и больше уподобляется зданиям, колоннам, руки как колонны, ноги как колонны, пропорции, идеальная выверенность, красота, гармония. Но это те красота и гармония, которые являются холодными, являются рассудочными. То есть вот здесь вот на заднем плане в этой картине, в отличие от предыдущей, архитектуры чуть-чуть, и нету никакого классического ордена. Это гипет, логично, что его нету. Но при этом угадать, что здесь использовано, что здесь все пропитано атмосферой колонн, портиков, мы можем, глядя на эти человеческие тела. Это расстроенные, красивые, холодные. И как так произошло? Почему так случилось? Есть такое доклассицизм. Классицизм – это архитектурный стиль и вообще художественный стиль, который пришел на смену барокко. Одно время существовало с ним параллельно, а потом сменил. До классицизма возникло палладианство. Палладианство – это архитектурный стиль и идеология. Даже важнее, что это была именно идеология, названная в честь архитектора Андреа Палладио, итальянца. Зародилось это все в Италии, но важно, что все это потом произойдет во Франции. Так вот, Андреа Палладио, он был человеком эпохи Ренессанса, то есть даже еще он жил до эпохи барокко. Он жил в Италии и он тщательно изучал античное наследие. Он собрал все, что можно было узнать об архитектуре Древнего Рима, Древней Греции. Он перевел труды об архитектуре в Витруве, где излагались принципы классического ордера, принципы по каким пропорциям должны быть построены здания, выстроены колонны, как все должно соотноситься. И помимо того, что он был отличным теоретиком и отлично синтезировал, смог собрать все, что было возможно из античных зданий, он великолепно применил это к реальной жизни. То есть он взял все дошедшие от античности здания и применил их знания, и применил их к реальной итальянской архитектуре возрождения. То есть благодаря ему уже произошел отказ от средневековых принципов архитектуры рукотворности. То есть когда смотришь на здание, оно такое приятное, рукотворное. Нет, все становится выстроенной по линейке, правильное, чистое, гармоничное. И вот это вот, то есть палладианство это направление в архитектуре, архитекторы-палладианцы это архитекторы, которые следуют законам архитектуры с формулированным Андрея Палладио. И это было направление очень сильно в течение нескольких веков. Вот мы смотрим, что происходило в итальянской архитектуре в 16 веке. Возник паллади, и он начал строить вот такие вот идеальные, красивые, гармоничные дома в античном духе, но при этом приспособленные к повседневной жизни, то есть этой повседневной сфотографической жизни. Это не какие-то вымышленные конструкции, которые не имеют отношения к жизни, нет, это нормальная вилла. Что происходит в итальянской живописи в то же самое время? В итальянской живописи продолжается возрождение, потом происходит барокко, но потихоньку вот эти вот принципы, которые Палладио ощущал в своей, воплощал в своей архитектуре, они потихоньку и проникают в живопись. Аннибали Карачи, итальянский художник, его заслуга, помимо того, что он художник, он, конечно, не такой великий художник, как Тициан, или Тинторетто, влияние которых видно в этой его картине, важно, что он с другими членами своей семьи, Карачи и другими художниками в какой-то период пришел к выводу, что то, что происходит с художественным образованием в Италии, оно больше не ощущает, не отвечает потребностям общества. И так и было изобретено то, что позже станет Академией художеств. Сначала Академия художеств возникла в Италии, а потом это распространилось по всему, по всей Европе. И созданная ими система академического художественного образования, она имелась и в России, и в России она существовала до революции, и наверняка вы достаточно хорошо представляете, как происходило академическое обучение искусству в Российской Академии художеств. Собственно, то, что мы сейчас имеем с Уритовским институтом, это продолжение той же самой традиции, то есть это академический рисунок, постановки натурщиков, тщательное обучение, то есть изучение анатомии, изучение скульптуры. Они закрыли вот эту вот систему, когда у крупных мастеров были свои мастерские, и мастера брали мальчиков и там растили их от ребенка до мастера. Они создали нормальную систему высшего образования. И как раз классицизм, он хорош стал именно тем, что в это время происходит как раз переход от такой кустарности к системности, к системности образования. И благодаря переходу к системности образования выравнивается общий уровень и той живописи тех картин, которые мы имеем от этой эпохи. Можно спорить хорошо или нет, но общий уровень становится выше, потому что улучшается образование. И вот в этой картине уже мы можем, уже зная то, что я рассказала, можем предугадать сходные черты, те, которые мы видели в картине нахождения Моисея, где я сравнивала людей с колоннами. Здесь это чуть-чуть намеком, но уже можно предугадать эту атмосферу. А вот это вот итальянская же картина, в которой художник не ступила в Новый век. То есть я выбрала тему семинара, назвала её картины эпохи, что любили в эпоху мушкетёров. Ну, это понятно, что это красивый заголовок, но просто это привязка к датам. Действие романа «Три мушкетёра» происходит с 1625-28 года примерно. То есть это начальная дата, к которой мы будем примерно дать. и вот эта вот картина, на которой написана в Италии примерно в то же самое время, и она уже морально устарела. Она очень хорошо сделана, она красивая, она грамотная, она золотой колорит. Но для того, что актуально для 17 века, вот такие вещи уже морально устаревают. То есть, вот посмотрите, насколько здесь богатая, изобильная венецианская красота, и вот эта картина Карачи, насколько она в чём-то проще и в чём-то строже и благороднее. Может быть, она меньше кому-то понравится, но в ней больше ощущается законы нового времени. И очень важная вещь, которая происходит в эту эпоху, которая определяет, становится для всей нашей истории, вообще для всей истории Европы, Италия перестаёт быть центром, откуда исходят культурные импульсы. То есть, она больше не такая пассионарная, там больше не рождаются такие великие мастера. Это портрет правителя Флоренции, человека, предков, которого писал Боттичелли и все великие мастера итальянского Возрождения. Их бы удар хватило, увидев они, до какого уровня он скатился. Посмотрите на этот ужасный-ужасный провинциальный портрет. Он совершенно спокойно существует. Причём эту картину нарисовал, может быть, не он, но вообще придворным художником этого герцога был приезжий голодец, потому что Юстас Сустерманс, потому что в Италии того времени уже не производилось достаточного уровня портретистов придворных, чтобы соответствовать. Центр жизни, центр интеллектуальной и культурной жизни перемещается на север, во Францию. И это связано и с теми загадочными процессами, которыми Лев Гумиев можно назвать пассионарностью, и с тем, что Италия политически была просто полностью изничтожена и находилась в подчинении Священной Римской империи, и не было такого бурного роста экономического и политического. А во Франции наоборот. То есть, как вы знаете, происходит канцелезная дация, укрепление абсолютистского государства. И это сразу очень сильно влияет на рост качества искусства Франции. Символом этого абсолютистского государства, которое возникло во Франции в 17 веке, как мы знаем, является парковый ансамбль, построенный Людовиком Солнцем в Версале. Величайшее-величайшее произведение архитектуры кроссицизма, которое стало символом эпохи и ориентиром для всех европейских государей этого и последующего века. И в живописи этот ансамбль встречается как герой, как персонаж, который зачастую важнее людей, которые на этой картине. И для живописи этого времени такое важное внимание, которое отводится архитектуру, конкретному зданию, оно совершенно нормально. Вообще пейзаж, как самостоятельный жанр, он возникает достаточно поздно. Даже в эпоху Возрождения пейзажи это всегда служебные задники. То есть на первом плане происходит какое-то действие религиозное сцены или мифологическое. А пейзаж сам по себе, как мы привыкли, как у Шишкина или Левитана, он выкристаливался, сформировался, стал отдельным, встречаются отдельные образцы, например, у Дюрера, но как популярный жанр, который используется у всех, он возникает в 16-17 веке. То же самое, как на Тюрморде. Отдельно такая тема возникает очень поздно, как самостоятельный жанр. И для 17 века пейзаж это очень важно. Очень важный жанр, они очень любили пейзажи, потому что искусство это всегда про идеологию. Большинство людей думают, что искусство это про красоту, искусство для того, чтобы сделать красивую. Нет, искусство оно для того, чтобы выразить идеологию, психологию того, что происходит в стране прямо сейчас. Конкретно для автора оно для того, чтобы выразить своих внутренних демонов. Но если оно не находит своего покупателя, если оно не находит популярности, то оно не имеет никакого значения для истории искусства, выражение внутренних демонов. Если оно же находит популярность, то оно находит ее, потому что оно стало адекватным выражением идеологии. И вот в XVII веке такие пейзажи с архитектурными элементами именно что стали адекватным выражением идеологии. Случайно попал слайд, надо было стереть. Это единственное местоверное изображение Д'Артаньяна. Другие портреты, которые выдаются из изображения Д'Артаньяна, они неправда, это фальшивые атрибуции, а вот это единственное изображение, прототипы персонажа Романа Дюма, который мы имеем. Других нет. Это фрагмент этой гравюры, который изображает въезд короля Людовика Солнца в Париж. То есть Д'Артаньянка тоже достаточно старая. И полыдеанство, когда оно приходит во Францию, оно становится классицизмом, и оно становится своего рода государственной идеологией. То есть это архитектура, которую Франция сформировала и полюбила безумно. Она распространилась по всему миру, и по Европе, и по Америке. Здесь Букингемский дворец королевы английской, наш Казанский собор, и на нижнем слайде капитолий Вашингтона, который построен в 18 веке. Понимаете, когда эта архитектура, в ней важно, когда вот эти вот народы, Штаты, Россия, Англия, заимствовали, учились этой архитектуре у Франции, классицизму для неё. В принципе, конечно, это было важно, что это античное наследие, что использованы античные темы. Но намного важнее, что это была именно французская архитектура, что это была архитектура страны Гегемона, которая диктовала свои вкусы, которая была настолько сильна, что все заражались той модой, которую диктовало это государство. И эта мода, она оставалась сильной и в архитектуре, и в живописи, настолько сильной, что возникнув в начале 17 века, она продолжалась практически до начала 20 века. Вот это семирадский российско-польский художник, и здесь то же самое, то же самое, использованы те же самые идеи, те же самые идеологии, те же самые принципы. И то же самое отношение к телу, которое не выглядит человечным, не выглядит сексуальным, оно просто такое же, как архитектура, оно просто красиво. Давайте посмотрим, как эти принципы отражались в портрете. В отличие от предыдущей стилистической эпохи барокко, портрет эпохи классицизма – это очень неудачный жанр. Хороших портретов классицизма практически не существует, потому что в эту эпоху внимания к личности человека, в отличие от того, что было в эпоху Ренессанса, когда ты был самый главный для себя, это был самый главный для всех, твои личные особенности, это было круто, это было важно. Поэтому в Ренессансе мы имеем такие великолепные портреты, как я показывала в прошлый раз. В эпоху классицизма происходит то, что можно назвать, грубо говоря, уравниловкой. Именно поэтому, кстати, архитектура так важна, потому что архитектура – это очень мощный способ уравнивать, делать что-то стандартное. И поскольку интереса к личностям, индивидуальностям нет, поэтому и портреты в большинстве случаев выходят слабыми и неудачными. То есть великих портретистов эпохи классицизма очень-очень мало. Это портрет, раз уж мы говорим, начали приколку мушкетёров, это портрет Анны Австралийской, слева, матери Ледовика Солнца, и справа портрет его жени, королевы Марии Терезии. Тут использовано, как мы понимаем, мы видим то же самое отношение к портрету, какое мы видим в пейзаже. То есть спокойствие, гармония, стойкость, но не психология. Тело уподобляется зданию, тело крепкое, оно не человечное, оно не анатомичное, оно не похоже на правду. Картина справа с изображением жены королевы Солнца Марии Терезии, она забавная тем, что, видите, на ладошке у неё модель здания. Это собор Парижской Богоматери, куда королева вложила очень много денег, она была меценатом, она пожертвовала туда много средств, и поэтому на этой картине она изображена как донатор этого собора. Это традиция, писать маленькие здания тех, маленькие изображения тех церквей, куда ты вложил деньги, она существовала и в Средневековье, и в статуе Средневековье. И вот здесь это старомодная иконография, которая здесь выглядит достаточно забавно. Но тут всё так гармонично сделано и такой приятный пейзаж, что это просто такой забавный курьер. При этом никакого представления о личности этой даны, о её характере мы составить не можем. Кто она? Какой у неё был характер? Как она жила со своим мужем? А вот это для сравнения два портрета той же самой аннеавстрийской королевы из Дюма написаны в разные эпохи. Слева портрет, изображающий её в пожилом возрасте в эпоху классицийма. И справа портрет, написанный в эпоху барокко великим Рубинсом, который был очень хороший портретист, умел проникать в душу людей. Помимо того, что одна женщина молодая, другая старая, одна с большим весом, если мы взглядимся в это лицо, мы увидим, насколько сильно классицизм потерял свои индивидуальности. Потому что, когда мы смотрим на молодую рубинсовскую женщину, она может представить её характер, её душу. А в портрете эпохи классицизма глаза становятся стеклянными. И хотя у Рубинса то же самое платье, которое стискивает грудь, делает её прямой, и какое-то вот оно тоже такое неудобное, это платье, это видно, но он всё равно умудряется изображать эти ткани живыми и мех живыми кружеваживыми. Классицизма это не получается. А классицизм и его любовь к архитектуре важно для них, для этой эпохи, что возрастает всё больше и больше необходимость в правилах. Мир усложняется настолько сильно, что правила становятся необходимыми. больше существовать по понятиям невозможно, нужно иметь какую-то систему. Недаром 18 век становится эпохой разума, вот эта иллюстрация это из энциклопедии Дидро, возникают в 18 веке энциклопедисты, возникает собственно наука в том виде, в котором мы имеем её сейчас, закладывается как она есть, все принципы, линей, то есть интерес к миру, интерес к тому, чтобы его описать, структурировать, разложить по полочкам. А человек с его индивидуальностью, его психологические черты неинтересны отдельно, потому что это просто какие-то проявления крайностей. И вот ещё один пейзаж Лорена, с которого мы начинали. Здесь изображён новозаметный сюжет из Деяния апостола, кажется, из Деяния апостола, Святой Павел прибыл, нет, это кажется уже по житию, он прибыл на побережье, он высаживается с корабля, но нам совершенно не важно, кто эти люди. Мы это не понимаем, мы это не видим. Если мы не прочитаем этикетку на картине, мы никогда не догадаемся, что происходит, кто это прибыл, с какого времени человек. Если сравнить с картинами итальянского Ренессанса, такого не бывает. Там сразу по костюмам, по атрибутам, по клеймам дополнительным художник объясняет, к чему имеет отношение эта картина. В эпоху кульсоцизма это уже не важно. Наоборот, важнее становится для автора написать вот как здесь морской пейзаж. Двора очень беломорские пейзажи. Поскольку пейзажи как жанр чувствуют себя слабо и неуверенно, для того, чтобы допустить их существование, чтобы вообще можно было производить, чтобы их одобряли, их покупали, художники изобрели такой способ передергивания, они вписывали туда какие-то металлогические сюжеты. То есть брали великолепный красивый пейзаж и вписывали там маленькие фигурки и давали название. Царица Савская Клеопатра, вот как здесь Святой Павел. Но это уже конечно не религиозный пейзаж. И в общем заметьте, что здесь тоже мы видим архитектуру, то есть без вот этого, без этого развалина этот пейзаж не совершенен с точки зрения автора и с точки зрения покупателя, что очень важно. Это Пуссен. Пуссен это второй великий художник этого эпохи, этой эпохи французский он писал не только пейзажи, у него больше сюжетных картин с людьми. Но принципы остаются тоже, те же самые, то есть хотя идеальная анатомическая правильность изображенных людей, пропорциональность красоты, но все равно люди как колонна, люди как символы, люди холодные, женщины не вызывают желания. Эта картина, она является иллюстрацией античной поговорки «Я был в Аркадии». Пастухи находят гробницу, на которой начертана один напись, и это кралотласинское выражение поговорка, которая означает, что и мне когда-то было хорошо, и я когда-то был в райском месте. А вот сейчас я вам. И посмотрите, вот я сейчас для сравнения ставлю картину тех же лет, той же эпохи, но которая еще принадлежит к эпохе барокко, потому что она произведена не во Франции, а в соседних Нидерландах, где еще не погас огонь, в котором говорил Рубенс и Ван Дейк. Сравните эти гранищики, сравните эту любовь к жизни, как говорят дионисиство и апполонизм. Здесь еще чувствуется смакование, смакование бытия. Подождик хочет быть частью этой картины, он наслаждается этой жизнью. Приходим к теме, почему империям нужна архитектура, а не тело. Почему архитектура становится важной темой картин и вообще всего, а не тело, как было в предыдущей эпохе. Я уже начала об этом говорить, что архитектура это способ уравнять, способ внести систему, способ подчеркнуть величие. Архитектура это всегда выражение идеологии. Вот здесь коронационный портрет Людовика Солнца, один из великих портретов эпохи экулсицизма, да, в эпохе экулсицизма очень плохо с портретами, это один из великих. В принципе, если приблизить лицо этого человека, посмотрев внимательно, видно, что он старый, неприятный, обрюкс. это не важно, но в этой картине это важен антураж. Величественные драпировки красного цвета, гигантская колонна, дворцовый интерьер, король стоит не просто на полу, он стоит на, видите, там на ступенечке, застеленной ковром, то есть это еще приподнимает его над толпой, над нами с вами. Колонны, архитектура это способ выразить величие, подчеркнуть власть, это способ подчеркнуть богатство, могущество, если государство богатое и сильное, у него великая, красивая, богатая, богатенькая, может быть, аляповатая, но всегда архитектура, в которую вложено много денег и сил, потому что у государства избыток ресурсов, и он может вкладывать ее в архитектуру. И это было справедливо для всех империй и всех мощных крупных государств или государств, которые претендуют на то, чтобы быть им. Римский форум лежит в развалинах, поэтому я вот ставлю кадр из голливудского фильма, где вот реконструирована как бы реконструирована Рим эпохи императора. Причем это Рим уже позднее время, накануне падения. Богато, красиво, и поскольку искусство было на высокой статистике, ступени развития очень красиво, и она настолько красива, что этот импульс уже в 2000-летие продолжается и оказывает влияние на нашу жизнь. Улица Зодчего Россия, Александровский ампирь. Александровское и Николаевское время это эпоха, как мы знаем, когда Российская империя после Екатерины II не только богатая, она еще и империя-победительница, это государство, которое победило Наполеона, и в котором на высочайшем уровне находится развитие искусств, как мы знаем по золотому веку русской поэзии Пушкина и Синстанта. И почему Петербург такой прекрасный, почему он весь в классицизме, почему он такой гармоничный? Потому что он является продуктом вот этого государства, которое было богатое, было империей, и которое оглядывалось на свое, на чужое прошлое и использовало методы, которые другие империи использовали для показа своего величия и могущества, как Франция, как Ринд. Манхэттен, Нью-Йорк, начало 20 века. Здесь другая стилистика архитектуры, но все равно небоскребы и вот эта вот сила, они строились для того, чтобы подчеркнуть, конечно, они строились, потому что они были нужны, чтобы поселять офисы и гостиницы, но еще и потому, что это позволяло показать могущество государства в сталинский ампир, который привел в порядок облик наших городов, в том числе после разрушения и Великой Отечественной войны, как в случае, например, Киева, использован опять этот язык архитектуры, язык классической архитектуры, потому что империи, это необходимый язык, на который империя разговаривает с легкостью, на который сильное государство, мы не будем останавливаться на том, хорошая идеология, плохая, просто это естественный язык для сильного государства. И сейчас вот эта Москва-сити, наша в Москве, которая начала строиться в двухтысячных, когда оказалось, что с нефтедолларами все хорошо, это тоже такое выражение избытка сил у государства, избытка денег. Хотя строилось все это частным инвесторам, но все равно это вот симптом того, что ощущалось в обществе. И мы опять возвращаемся к живописи 17 века. Это опять та картина, которая показывала Христос и самаритянка. И здесь мы не видим конкретных тех ордерных систем, которые ионические, дорические, это все как бы идет намеком, это не похоже на Кулананда Лувра, это не похоже на Версаль, но если смотреться, то вот пилястры там какие-то, но главное, что есть пропорции, пропорции золотого сечения, пропорции ордера, которые наполняют картину гармонии, которые делают ее приятной для глаз. И человеческое тело построено по тем же пропорциям, и распределение людей в композиции этой картины, оно подчиняется тем же самым принципам. Видите, вот здесь вот лесенка поднимается слева направо, она это диагональ, которая диктует настроение картины и ее композиционное построение. И рука Иисуса, которую он указывает на женщину на земле, она параллельна этой лестнице, и там рядом с ним нагнувшиеся люди, вы видите, они прямо на пол показывают, это та же самая параллель, диагональная. И вот это вот отношение к сюжетной жизни, то есть отношение к людям в картине, оно продолжается, как я говорила, до конца 20 века, хотя уже потом уступает реакция. Это картина середины 18 века, то есть это уже прошло полтора с лишним столетия. Суд Париса, и опять эти женщины, похожие на колонны, максимально асексуально. Почему так много обнаженных женщин в академическом искусстве? Потому что они умели их делать такими, что это не казалось пафнографией, это оказалось просто упражнением, что это просто как будто статуя. И вот опять, смотрите, обороченная картина, которая показывала. Эти женщины стройнее, может быть, чем-то красивее, но про жизнь, про еду, про смак, это вот картина середины 18 века. И еще одна важная вещь, которая важна для искусства классицизма, это то, что оно читает знаки. Его потребитель был образованный человек, который знал, что зашифровано в картинках. То есть я был в Аркадии, он знал, каким текстом это относится, какие отсылки использованы. То есть понятно, что обычный человек знал евангельские сюжеты, но роль академического образования, основанная на античных текстах, все возрастает, возрастает и возрастает. Складывается вот этот вот набор образованного человека, Одиссея, Илеада, Иноида, все вот эти тексты становятся все больше и больше и больше. Их каждый образованный человек должен знать имена олимпийских богов и все вот эти вот сюжеты, чтобы понимать, что изображено. Если в Ренессанс люди это знали, потому что это была радость открытия, они это открывали, они этим интересовались, то к этому времени это уже становится стандартным образованием. Люди изучают это в школах, в гимназиях, в университетах и в гимназиях переводят с греческого языка. То есть это становится стандартным знанием, общепринятым, приличным знанием. И потребители этих картин, зрители, они считывали зашифрованные знаки. Вот эта вот картина, нарисована итальянским художником, но это уже 18 век, и этот итальянский художник, он испытал отчётливо уже влияние того, что сделали французы. То есть это не пылкая итальянская живопись, а уже холодное, отстранённое любование архитектурой, которую придумали первые французы. И зритель, глядя на эти развалины, на эту картину, считывал множество здесь происходящих сюжетов, которые нам надо специально изучать. Например, вот эта статуя сидящего мужчины с бородой в левом правом углу, это статуя, изображающая Бога Нила с его притоками. В Камылии есть копия. И вообще здесь, это такая выставка достижений археологии. Вот это Бельведерский торс, он изображён в правом нижнем углу картины, вы видите, у подножия колонн, когда его раскопали. Это было в эпоху Ренессанса, и эта находка провела глубокое впечатление на итальянских художников. Они были потрясены тем, как здорово можно изображать тело и напряжённую мускулу. И нетрудно догадаться, что Микеланджело обожал эту статую и очень тщательно её зарисовывал. И вот зритель смотрел на эту картину, на этот пейзаж, и он видел все вот эти детали, разглядывал. И система, что античное наследие используется и зашифровывается, она была очень распространена. Но при этом происходит ещё одна очень забавная, интересная вещь. Выясняется, что эти знаки, эти античные символы, принципы, они работают и производят впечатление на зрителя, на публику, даже если зритель не знает, что это античность. То есть они сами по себе такие классные, так здорово сформулированные, так здорово сделаны, что они срабатывают, даже когда зритель совершенно не знает, что это они и есть. Советское искусство. Шадр Великий, Булыжник Орудия Протвитриата и Дискобо Мирона, по-моему, в V веке до начали. Наши советские художники первой половины XX века были крайне образованными людьми, заканчивавшими те же самые академии по той же самой системе, которую придумали тогда ещё итальянские художники. Эти знания у них были в голове, они миллион раз рисовали те же самые постановки, тех же самых натурщиков. И выполняя произведения по заказу советского государства, советской идеологии, они использовали те принципы, которые были сформулированы, придуманы, поняты более двух тысяч лет назад. И было неважно, что советский зритель не понимает, откуда это взялось. Главное, что советский зритель ощущал, что это круто работает, понимал, что это красиво и это здорово. Девушка с веслом из парка горков. Система искусства наработала уже столько этих приёмов, что их можно было использовать, и они срабатывали. И то же самое, вот эти картинки, они со скульптурой, это как бы очевидно, что происходит цитирование. И мы понимаем, что она срабатывает. С архитектурой происходило то же самое. Советские архитекторы использовали систему, которая была сформулирована, вещи, которые были придуманы в античность, но окончательно нашли своё величественное воплощение именно в архитектуре классицизма архитектуры Франции. В тех пейзажах находят отражение вот эта любовь государства к имперской архитектуре. И метро, советское метро, оно тоже продукт вот того же самого. Если много изучать церквей, в стиле классицизм, то когда ты ходишь в советском метро, ты понимаешь, что места, где пересадки, лестницы, они сформированы, спроектированы по тому же принципу, по которому в католических церквях в стиле классицизма спроектировано сочетание нервов. То есть, когда две части зданий перекрещиваются, над ними ставится купол. И вот в метро, в пересадках использован тот же самый принцип опоры. прививка культуры с помощью классицизма, это оказался самый действенный способ прививки культуры. И это произошло в сталинскую эпоху, в эпоху после авангарда. То есть, когда авангард закончился, прививка культуры с помощью классицизма сработала в 20 веке, и в Петровскую Русь происходила та же самая прививка, когда кончилось русское царство, началась Российская империя, прививка культуры происходила с тем же самым способом, способом классицизма. Недаром Пётр I заказывал проекты своих маленьких детей в обнажённом виде. Или позировала, это позднее кое-то, позировала точно так же, как позировала Людовик Солнца. Эти методы срабатывали, эти методы пропаганды, эти методы пропаганды, пропаганды с помощью живописи. Он срабатывал, и он был замечательным. Вот ещё один портрет Людовика Солнца, тоже он известный. и для тех нас, кто знает, как здорово портретировал Веласкес, Рубенс или художники 19 века, кажется смешным. Но с точки зрения идеологии своего времени и того служения пропаганде, для которого он был сделан, он замечательный. Это конный портрет, это портрет победителя. Король здесь изображён как бы в римском доспехе, то есть он здесь и изображает, играет в римского императора победителя. Его голову увенчивает победный минком богиния славы, и сзади там какая-то свита скачет. Это плакат. Просто в то время плакатов ещё не изобрели, и для этой идеи служили такие масштабные сложные полоты. О том, что с портретной живописью был полный швах, говорит о том, что хороших изображений героев трёх мускетёров, для примера, не очень-то и сохранилось. мы не знаем, как выглядит достойно Дешаврес, хотя её портретов как бы сохранилось много. Зашвейка Арамиса Мишон. Её изображение это вот такая типичная какая-то тётенька, девушка, совершенно кукольным, стандартным лицом. куча портретов того времени, они вот точно такие же. И те портреты Анны Австрийской и её невестки, они тоже точно такие же. Собственно, можно поменять надпись и ничего не изменится. Отличать их можно только по атрибутам этих гладеньких женщин, потому что индивидуальность не имеет значения. Один из великих портретистов этого эпохи случайно родился, случайно стал великим. Почему-то так произошло. это Филипп де Шампань и вот этот вот человек, который смог воплотить принципы классицизма в портретной живописи. Принципы холодности, принципы соответствия архитектуре, но при этом он очень интересовался человеком, его душой, своему, душой того человека, как он рисовал, и поэтому его портреты очень хороши. И я продолжаю повторять, что вот этот импульс сохранялся очень долго, так что все настолько играли в эту античность, настолько в неё заигрались, что к 19 веку это начало лезть из ушей и всех уже тошнило. Всех всё тошнило от этого классицизма. Это Энгер, он опять иллюстрирует эпизод из римской истории, всё опять это уже холодно, настолько это уже не имеет никакой души вообще выхолощено и сухо. И именно поэтому от усталости от академической живописи происходит то, что в итоге мы имеем в современном искусстве. В 19 веке, в конце 19 века художники устали вот от этого одинакового и получились революционеры, прерывы элиты, импрессионисты, у нас передвижники. И вот это отторжение вот этого всего, оно началось, 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 и я так понимаю, что это проститутки, которые ведут на осмотр гинекологу. Это аллергическая реакция на то, что возникло тогда с Лореном и Пуссеном. И эта аллергическая реакция развилась настолько сильно, что сегодня мы умеем то современное искусство, которое мы имеем сегодня. Вот, и вот я заканчиваю свой вебинар, вернувшись к тому кадру, с которым мы начинали. И теперь мы смотрим на эту картину и мы понимаем, почему в 17 веке такое искусство было популярно. Потому что великие художники, сохраняя, отражая вот эту архитектурную идеологию, при этом умели выражать гармонию и красоту, красоту природы. И эта картина, она в первую очередь красива, а потом уже можно не искать какую-то идеологию. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Павел. Уважаемые коллеги, спасибо всем, кто принял участие в нашем сегодняшнем мероприятии. У вас есть еще минутка примерно, чтобы задать вопросы. спрашивают про презентацию, расшарите вы ее? Вы можете нажать галочку, а то я боюсь этой новой... Да, нажму, хорошо. В следующий раз будет следующая тема в следующем вебинаре. Уже больше 18 века, как Екатерина Великая играла в китайское искусство, и почему рококо привело к французской революции. Я вас плохо слышу, Павел. Громкости нет, потому что я забыл привести в рабочее состояние мой микрофон. Коллеги, я сейчас продублирую, были вопросы мне в общем чате по поводу сертификатов. Сразу же после окончания вебинара я вам продублирую информацию о том, что делать, если не дошли сертификаты. Ну что ж, коллеги, если вопросов нет, то я напоминаю, что впереди нас ждут на этой неделе очень интересные вебинары, а через месяц мы снова встретимся с Софьей. Вот, пожалуйста, приходите, будет снова интересно. Повторю свою благодарность в отношении Софьи, которая провела сегодня интересный вебинар. Вам тоже спасибо за участие. Хотелось бы, конечно, более активного участия, чтобы вы задавали какие-то вопросы. Ну, вообще говоря, тема, конечно, такая, которую хочется слушать и слушать, а не задавать вопросы. Вот, тема замечательная, я сам заслушался. Ну, что ж, до свидания, до новых встреч, приходите завтра, приходите в Директ Академию каждый день, у нас практически каждый день проводятся вебинары для вас. Всего хорошего, до встречи в Директ Академии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...